Нам просто показывают красоту черно-белого. В атаке сейчас мы поймем, кто играет. Мне кажется, это команда G2. Купили они первые арморы, есть флешк смог от Смитса и первые арморы команда SK Gaming. FNX будет принимать у нас дропу, соответственно, Така вместе с Cold Zero защищает полностью B-Plant, и Fallen вместе с Ферром это звено защищает точку А с underpass и лонга одновременно. FNX смотрит middle, Fallen при этом стоит сус-помщик от бокового ухода, G2 играет предельно аккуратно, все команды знают, насколько важен фактор пистолетки, и, конечно же, проигрывать этот раунд никак нельзя. Да, любой шот сейчас может дать преимущество одной из команд, и поэтому все парни ждут и думают о том, что все-таки может быть SK где-то подпушит и можно будет словить на этой ошибке, но не тут-то было. Все еще очень-очень спокойно играет, что Ферр, что Fallen, остальные на другом планете вообще не двигаются ни в какую сторону, что касается G2, они точно так же встали и ждут. RPK пока что халдит с тиммейтами, ребята сейвятся. Ну и 55 секунд, совсем скоро должна быть какая-то уже развязка, Fallen замечает Смитса, ну и, собственно, G2 получает тоже инфу. Теперь наверняка знают, что один на боковухе, скорее всего, один на центре, ну и стандарт на точке B. И в направлении B-плэнта, насколько мы видим, идут как раз-таки террористы. 39 секунд у них есть для того, чтобы поставить эту бомбу и открываться будет Шокс. Он будет открываться по направлению дропруму, опять же, с Глоками на этой дистанции играть очень и очень хорошо, но мы видим, что ни одного Юспика, вообще ни одного противника не стоит ни в первой, ни во второй комнате, поэтому их просто пропустят. Итака будет с Ленина принимать на средней дистанции. От него выстрел из Юспика, находит один хэдшот. Найдет ли второй? Нет. Скрим сразу же убивает. Колзер, а тем временем разминивает Смитса. И работает с захурятником, его все еще не могут выбить, это даблкил от него на Шокса и скрима. И только Бадди оставался в живых, но совсем ненадолго. Отлично. СК Гейминг легко и просто справляется с точкой B, причем втроем они принимали выход, потом подтягивается четвертый, были прочитаны французы, и один уходит в копилку команды СК Гейминг. Ну, как раз слишком просто. Но, опять же, это только начало карты Cobblestone. Все равно будет очень сложно. Все равно, если СК сейчас возьмут, допустим, троечку, а потом выиграть на первом девайсе, то это снова вот это напряжение, то самое эмоциональное напряжение, которое G2 могут и не пережить теперь уже. И это не до ДАС-2, на котором они знают каждую точечку, каждый перешейк и каждый камешек. Нет, это Cobblestone. И тут все может быть совсем по-другому. Фэр, спрейт на боковухе, отвечает моментально Боди, сюда 3-4-4. Фоллин осознает прекрасно, что, скорее всего, это зажим А со всех сторон. РПК при этом заходит на коннектор, преследует спину одного из игровых защиты. На балконе падает FMX с проблемой серьезную команду СК Гейминг. Фоллина тоже зажали. Скриму удалось реализовать свой Desert Eagle. РПК погибает на балконе. Так, а тоже минус. Это 1 в 3. Нельзя здесь было атака умирать. Нужно было подождать Cold Zero. Конечно, они уже вдвоем бы на троих могли бы что-то совершить, но не получилось уйти с позиции. Теперь уже только Cold Zero. Последняя надежда бразильского коллектива. Но французская тройка стоит и ждет его на опорных позициях. У Cold Zero не единая информация о месторасположении противника. А G2 продолжает просто выжидать момент, когда же они смогут убить Cold Zero. И тот сам приносит себя в жертву этого раунда. Суэмпэшкой жмет Cold Zero и все-таки погибает. Великолепная работа от G2. Не побоялись покупать вторые арморы и отдали эко. Это то, о чем говорил у нас Амиран. Один из наших аналитиков. Проблемы как раз-таки у многих коллективов сейчас из-за того, что они дают много эко. Но и Cold Zero в пистолет нам, конечно, сыграл очень круто. Шедевральная совершенно стрельба от него. Ну, последнее там не очень зашло, но в любом случае раунда они выигрывали. Ну и теперь один-один. Вот она надежда в глазах французов. Что касается бразильцев, мы видим то, что нет у них нормальных денег, поэтому приходится играть с 5-7-ами, МАК седьмым и первыми арморами. У Фолны армора нет. Фер играет у нас с дробовичком. Тем временем архитка гранат от Фолина. Точнее, Фолина прилетает коктейли молотова на боковую уху. Знает прекрасно у нас же ту, что любит агрессивничать защиту как раз-таки в этой точке и делает все, чтобы их не отстрелили. В принципе, СК очень открыто играет обычно на защите. Но не факт, что это будет именно сейчас, не факт, что даже вообще на протяжении всей защиты мы подобные действия от них увидим. Просто по той самой причине, что напряжение это очень-очень жестко растет. И даже после той доминации, которую они показали на Д-трейне, все-таки свой, точнее, чужой пик-то они проиграли. Отличный молотов, кстати. Вот, зацените то, о чем мы говорим. О напряжении и о нервах, которые сейчас Джетту одолевают. Флешка. Фолон уходит. Нет, подошел дальше по 250-м. Старался его реализовать, но Смит был явно к этому готов. Проверяю дальше все. На седине никого. Смит пушит боковуху. Бомбу можно установить на Апленте. У нас два человека защиты прыгают за машинку, но позиции, конечно же, у Джетту получше. Шок в тем временем в дропруме. Цирилл Вайтфера погибает так, а остается ФНХ вместе с Колзера. Даем против пятерых. Команда Джетту уверенно заходит на Аплент. Но Шокси с Боди могут погибнуть. Поэтому именно этим двум игрокам нужно довольно аккуратно сыграть. Но в любом случае Колзера уже ничего не сделает в этом раунде. ФНХ просто пошлет засейвить свой 5-7 вместе с Армором. Хотя может сыграть на откате. В том случае, если ему Джетту, конечно, это позволит сделать. Дробовичок подбирает нас ФНХ. Конечно же, сохранит его до следующего раунда. И 2-1. Вот такой вот у нас счет. Кто бы мог подумать. Ребята из Джетту, которые проиграли первую карту в пух и прах, возвращаются в это противостояние. Берут ДАС-2 и теперь уже лидируют на карте Кобблстоун. Конечно, лидерство еще нужно закрепить. Но опыт-то имеется. Они играли карту Кобблстоун на этом турнире, по-моему, 2 раза. Команда СК как минимум 1 играла против Вирту Спорт. Тоже 2 раза. В ВП и Ашер. Поэтому и у тех, и у тех есть опыт. Но, конечно, СК гейминг Ашер вообще тоже вынесли. Ой, крылья. Но, кстати, эти бы крылья подошли больше, наверное, игроку команды СК, как раз таки, Колдзера, который там в полете прыгает, помнишь, на мираже. Да, красивый этот был момент. Но что касается СК гейминг, первый Кобблстоун у них совершенно не удался. И самым слабым игроком там был Fallen обычно, предводитель Гэбриэл. Он намного-намного серьезнее играет. И что касается второго Кобблстоуна, там наоборот все получилось. Ашер вообще ничего не смогли противопоставить. СК гейминг, те доминировали. Сейчас неизвестно, какой из этих двух Кобблстоунов будет. Ясное дело, что фанаты ЖТУ хотят, чтобы первый, но фанаты СК, чтобы второй. Ну и что ж, и те, и те проиграли, по-моему. Один раз проиграли, один раз выиграли Коббл. И вот как раз-таки тот самый третий решающий. Тогда явно у какой-то команды будет две победы на Кобблстоуне и одно поражение. Fallen чекает все там же боковуху. Но вот как-то слишком однообразно, пока на экономических раундах действует. У нас капитан команды СК уже знают французы, что в начале боковуха должен находиться игрок на щит, и делают все, чтобы его убить. Ну и ЖТУ тем временем переоформляет свою атаку в сторону Б, там мы видим то, что будет и дробка, и плато. Так, а тем временем с дальней дистанции может реализовать свой 5-7, если получится, и если что, ему будут ассистировать и ФНХ, который уже на клоус-дистанции с шотганом будет отстреливать противника. Так, а у нас с 5-7, нам готов принимать Б-мейн. Боди с ОМПшкой начинает выходить, и мейт подтягивается, как-то Эль Молотова на ступеньке. Но и ФНХ, как же круто, зареализовал свой Максим. Преимущество теперь за командой СК Гейминг. Они осознают, что могут затащить тот раунд, так играть предельно аккуратно. Есть у нас игрок в дропруме и за скалой, но Смитс моментально забирает как раз-таки Фера. Холдзира старается отстрелить возле кубика Смитса, и Смитс чекает как раз-таки туда, куда нужно. Смитс неплохо, РПК включается минус Холдзира, и Фоллен один в три. Фоллен все это время мог поджать со спины, но он ждал, он ждал, когда же его тиммейты смогут сфокусировать противника, но не получилось. Мы видим реализовать эту позицию в спине. В любом случае, был экономический раунд со стороны бразильцев, и сейчас они будут играть с АВП плюс 4М4. Ну а что касается G-Tool, сейчас увидим, видимо, Бати купит своим тиммейтом АВАП и поменяется на М4. АВП у Фоллена. Это будет без снайперской винтовки француза будет играть. Ну посмотрим. Пауза. Пауза тактическая, что ли? А нет. Техническая. Боди. Боди вылетел. Ждем, ждем, ребята. Карта Коблстон, как всегда, красивая. Эпицентр GG. Кстати, если вы фотографируете сцену, не знаю, фотографируете игроков, не забывайте добавлять хэштег EpicGG. Ну и тем самым любой пользователь в интернете, в твиттере, в инстаграме сможет теоретически найти вашу фотографию. Ну и, конечно же, наши социальные сети могут вас репостить. Да. Если у вас классная фотка. Поэтому обязательно добавляйте хэштег EpicGG на любую фотографию или видео, которое вы записываете к этому чемпионату. Именно так. Пускай узнают все вообще о том, чем мы тут занимаемся. Хотя билеты все уже распроданы, поэтому больше народу не придет. Но в интернете все больше и больше людей к нам придет на трансляции. Кстати, всем привет, кто смотрит через Twitch. Да, абсолютно всем. Конечно же, сколько бы зрителей у нас в зале не было, и здесь несколько тысяч, все равно на Twitch у нас намного больше людей. Привет, Twitch. Это англоязычная трансляция, русскоязычная трансляция. И самое главное, у нас там, по-моему, даже корейская трансляция имеется к эпицентру. Кстати, в Корее развивает CSGO сейчас по полной программе. Геймеры 2010 года врываются на большую сцену. Ну, просто оказалось то, что FPS умеет корейцы играть, хотя это дефолтно было всегда очень больным их местом. Но потом пришел Overwatch, и оказалось то, что там он развивается просто семимильными шагами. Поэтому решили, что и CSGO заедет. Да, ждем, ждем, пока вернется игрок команды G2. Надеемся, что все хорошо. Матч стоит на паузе. У нас пока что лидерса захватили как раз-таки французы. Но эту паузу, мне кажется, игроки команды SK Gaming могут использовать себе во благо, немножко пообщаться, прикинуть, как играет оппонент и начать брать раунды. У нас, я так понимаю, что нет правил таких, как на SEL, где нельзя общаться. Да, тут, скорее всего, можно общаться. Ну, возможно. Опять же, я до конца не знаю. Но может быть стать судья, который находится в кабинках с игроками и запретит разговаривать в тенической паузе. Это тоже довольно правильное решение. Ну и, друзья, как вам? О-о-о-о! Все хорошо. Ну, наконец-таки мы влетели сюда. Полон точно так же захватит на андерпассе. В этот раз, кстати, он не в лонге, что интересно. Ну, а G2 против него сейчас будут раскидывать. Так, есть. Ничего не видит Полон. Да, Полон просто ждет. Полон ждет и не пытается прошивать смог. Он не собирается выдавать свое месторасположение, потому что как только он делает выстрел, сразу же игроки атаки нашивали бы этот смог и было бы довольно тяжело. Боди под точкой Б с тиммейтами. Ребята из команды G2 ждут, пока пройдут некоторые смоки и совсем скоро будут раскидывать гранаты. Замечу то, что у СК только один смог остался. Это очень большая проблема, потому что удерживать на последней минуте уже будет нечем вообще. И только одна контрфлешка есть у FNX. Шок взрывается на дропруму. G2 заезжает на холодном. FF, тем временем приемка от него. Начинает шить. Скрим забирает така. Прилетает дэмидж по колдирам. FF погибает. FNX пытается как-то ответить. Вышло сделать два минуса, но не более того. Fallen один против троих. Играется в ВПС. Смотрит вдаль. Бомба устанавливается. Смок лежит. Fallen выпрыгнул. Замечает соперника. Попадает по смитцу. Ух, какой прострел жесткий. Fallen не собирается сейвить. Собирается тащить. Но сделать это, конечно же, тяжело. Его уже окружили со всех сторон. Fallen уходит на коннектор, а там находится игрок атаки. Скрим все-таки вешает. Последний хэдшот в этом раунде. Ребята из G2 выберут четвертый за террористов. Будет очень тяжело, конечно, выходить из такой ситуации бразильцам. Однако это все еще SK Gaming. Эти парни знают прекрасно, что такое камбэк. И Cobblestone, одна из карт, которой они умеют играть, очень даже неплохо. Опять же, не хватило этих раскидок. Всю использовали в самом начале, на окончании, точнее, на время захода французской команды. На плент была только одна флешка. EFR, например, вообще ничего сделал. На камне то же самое касается и так, и только FNX. Его даблкил хоть что-то давал его коллективу. Однако этого не хватило. И сейчас G2 мы видим с УЗИшкой, УМПшкой, АВП и двумя термоментовками. Выходит. Скрим дает первый килл по Фолну, и Гэбриал лег. Скрим забирает нас Фоллена. Ну, потому что Фоллен, я обращал на это внимание, постоянно играет на центре. Только лишь в прошлом раунде он взял лавик и халдил на медле. Ну, а тут в боковухе находился уже несколько раз подряд. И, конечно же, ребята с команды G2 к этому готовы. Шокс неплохо спрятался у нас в дропруме. Забирает свои фэшки. Одного, второго FNX как будто бы не слышал, где находится соперник. Но он влетал в смог, не разобрался. И Фаргот с СЗшкой один в пять. Опять же, возможно, было слишком много криков, возможно, слишком много коммуникаций. И именно ту самую важную информацию о том, что Шокс находится в спине, он просто не услышал. Ну и ФР один с СЗ, Бадди против него, пошел фармить его с УЗшки. Фаргот стоит на коннекторе, готов принимать соперников. Бомба установлена. ФР чекает, пойдет или не пойдет. У него нет армора и все-таки один килл он сделал. Но мистер расположения свое выдал. Бодди прыгает и забирает Фаргота. Все хорошо, 5-1. Ребята из G2 на Коблстоуне ведут. Девайс на раунд сейчас от СК. Честно говоря, я их даже узнать сейчас не могу. То есть они напоминают тех самых СК, которые играли первый Коблстоун в первый день эпицентра. Но опять же, они тогда приехали совсем-совсем поздно. У них не было вообще времени на праке. Это был первый день чемпионата нового. Опять же, совершенно очень-очень далеко от их родины. Ну и в Москве они демонстрировали довольно слабую игру в первом Коблстоуне. На втором Коблстоуне в третий день все было совсем по-другому. И вот это напоминает именно первый. И G2 продолжает доминировать. И они обрели ту самую уверенность, которая нужна им для того, чтобы продолжить это делать. Фолин чекает боковуху. Все там же. Интересно, G2 такие зайдут. Ух ты, Фолин, ты тут. Как ты тут оказался? Мы первый раз тебя видим в боку. Ну может быть, Фолин сейчас продемонстрирует чудо. Очень круто играл у нас Фолин на Д-трейне с АВПшкой. Но теперь его перформанс немножко просел. Фолин замечает все-таки Смитса. И уходит первый килл за команду СК. В поясок Смитсу заехало сейчас. Что касается, кстати, Коудзера. Интересно, прочекают его Молотовым или нет. Он сидит тупом. Это дефолтная позиция для чека со стороны атаки. Если же, то пойдут в сторону Б-порта, они именно этим сейчас и заниматься будут. Судя по этому дропу. И Фондарик все еще держит. Выдал свое месторасположение. Бадди дропается на него. Он не получает шутку на флешку. И это размен Шокса на Вадю. Шокси возвращается к тиммейтам. Наверное, пойдет на Б-мейн. Или все-таки пойдет на Допрум. Пока что у нас на Б-мейне два человека. Замечают на ступеньках одного из оппонентов. Но вот Коудзера прячется в арке. И Коудзера, возможно, не проверят. Тем более, если Така сыграет агрессивный РПК. Действует стрим. А минус Така. И Коудзера делает два качета. Браво! Но Шокси остается один против Вейк. 26 хейлспоинтов. У капитана команды G2. Подбирает бомбы на Б-мейне и постарается еще взять этот раунд. Но есть 37 секунд, чтобы разыграть. И он решает, что стоит забрать ИВП. Вот это решение. Это уже намного интереснее. Хотя, опять же, с Платол вы имеете привилегированную позицию. И можно играть с АВАПом. Хотя Фоллан, опять же, вместе с Фэром очень-очень пассивно стоит. И ждут, когда же сам Шокс покажет свой носик. И Шокс идет на шифте. Присел на даки. И все еще движется к этому пленту. Поставит ли он здесь бомбу? Ой-ой-ой. На самом деле, немножко по таймингу он не рассчитал. Фоллан отходил в дропрум, чекал. В итоге бомбу приходится ставить. И теперь уже довольно непростая ситуация для Шокса. АВП он, увы, не реализовал. Хотя бразильцы абсолютно не ожидали у нас заметить в руках своего соперника АВИК. Но они взяли этот раунд. 5-2, друзья. СК Гейминг отвечает. И берет первый, по сути, бай-раунд за контртеррористов. А все почему? Потому что они отчекали КОЛД-ЗЕР в дефолтной позиции. То есть у тебя есть молотов. Я специально смотрел за РПК. Достанет ли он молотов и откинет ли он на эту позицию. Так он этого не сделал. Зачем тебе погибать с этим молотовом? Мне понятно. В конце концов, даблкил от КОЛД-ЗЕР, ну и замечательные действия этого тиммейтов привели СК Гейминг ко второму раунду. И ситуация постепенно начинает напрягаться. Да, конечно, молотов в арку. Это некий дефолт уже на карте КОБЛСТОУН. В любом случае, туда нужно закидывать эту гранату, ибо постоянно там находится один из игроков защиты. Итак, следующий раунд 5 в 5. ФОЛЛЕНС АВП КОЛД-ТИРА тоже. АВП у нас УСМИТСА. 4 АК 47-ых. G2 холдят. В 4-ом находится у нас под точкой B. И один РПК пытается как-то обмануть игроков защиты на А. Ну и просто прикрыть спинку, конечно же. Потому что его тиммейты могут готовить поздарм для Б плантая. И в таком случае, если он позволит одному из СК Гейминг зайти в спину, то могут быть очень серьезные проблемы. Так, а подсажен. На FNX тем временем стоит, смотрит дробку. Ну и на курятнике у нас находится Коуд Зараз, его АВП. Шокси пока что с АК 47-ым смотрит дропрум. Возможно, именно туда пойдет с маленьким холдом под минимальную флешку. Ну и FNX постарается что-то противопоставить. Как раз-таки те дальние позиции, куда уходит у нас СК Гейминг. Ну и, конечно же, G2 к этому готова. Шокс откидывает дальше банки. Смог теперь налево. Можно прыгать и чекать право. И там тоже есть игроков защиты. Фэр, принимающий пассивную позицию на коннекторе. В позиции ТАЗа атака тем временем должен принимать со второй румы. Скрим вместе со Смитсом. Начинает пушить постепенно плато, оставив двух игроков на дропруме. И тем временем атака не продолжается. 38 секунд, парни, нужно двигаться вперед. FNX на приемке. Убивает одного. Убивает второго. Нет, Смитс приходит и все-таки разменивает. И теперь же ситуация 4 в 4. Они начинают постепенно пушить. Нужно выбить колл за раскурятника. Это удается при помощи... ДОКО! Даблкилл! Наш Окса и Бадди Те падают. Замерто Фоллэн. Тем временем убивает еще и Скрима. И остается только один Смитс. И его снайперская винтовка на плато. Смитс остается один против двоих. Смотрит скалу. Теперь ребята из команды SK Gaming прекрасно понимают, против кого они остались. Тем более Смитс уже сделал выстрел. Это точно АВП. Фоллэн начинает жать через куб. Бомба устанавливается. Зарабатывает дополнительные деньги скрим. Извините, Смитс своим тиммейтом пытается отстрелить скалу. Промахивается. И все-таки Фоллэн находит последнего игрока атаки. Счет становится 5-3. Еще один раунд уходит в копилку бразильцев. С одной стороны хочется сказать, насколько замечательная игра сейчас Така. Это даблкилл. Но противники сами выстроились при этом выходе из дропрома. Сами против него выстроились в одну линейку. И он одним спреем убивает двоих. И таким образом они получают это большинство, которое уже дальше не проблема разыграть. Ну и Фоллэн. Его замечательные два фрага помогли команде одержать очередную победу, которая была так важна. Они только что играли 1-5 и уже 3-5 на счету. Вот они. Вот они, СК Гейминг у вас на экранах. Ребята довольно спокойные. Ну, потому что начинают набирать раунд за раундом. Шокс играет с P90. 4 АК47 у остальных ребят. И довольно много гранат. Плюс старые арморы. Что ж, Фоллэн опять на лонге. Слушай, давай любимое место расположения. Что ты думаешь об этом? О повторении и повторении бесконечного повторения. Ну что ж. В прямом случае G2 стоят на дропроме. Шок, кстати, с петухом-то очень много. Можно сделать на дропе. 50 патрон все-таки. И на клоус-дистанции, и мид-дистанции эта штука срубает. Особенно в руках, например, Паши Бицепс. Боди с АК47 готов принимать соперников. Начинается, точнее, ну, готовиться. Так, наверное, более грамотно. Выход на точку B. И снова через дропрум действует G2. Откидывает буквально одну флешку. Чекает право. Выходят сами налево. Шок все проверил. Можно атаковать B и зажимать со всех сторон. Калдзира забирает тропики. Калдзира захочет принимать B-мейн. По-моему, что промакивает. Откидывает смок по себе. Откидывает флешку. Ну, и выйдет с другой половины. Так, а тем временем, отрабатывает просто невероятно. Остается Боди. 1-4 и Боди. Ну, в стол не попадает. Рук Боди все-таки погибает от рук Ферр. И знаешь, этот момент, где сидит защитник, а именно, по-моему, это был Ферр на коннекторе. И дает всю информацию по дропающему соперативнику. Он сам никуда не выносит. Он сидит у окна. Он ничего не делает. Сам не стреляется. И так, а вместе с Калдзира оба своих девайса направили полностью именно на дропруму. А на плато просто никого не выходило. И получается то, что очень сложно выбить и так, и Калдзира с одной и той же позиции. Они были полностью готовы от начала до конца. Мы видели два опенфрага со стороны бразильцев. И дальше у G2 вообще ничего не получалось. Но это очередной бай. Это очередной бай. Калашникова плюс АВП в руках Смитса. Итак, РПК играет на центре. Ребята из команды G2 уже много раз ходили на точку B. По-моему, пора остепениться, остановиться и показать нам свои другие тактики. Хотя бы пойти на Апленте. Более на Апленте они знают примерные позиции того же Фоллена, который в буквальном смысле живет. Или на центре, или в боковом. Ну и вроде как именно сюда все-таки на точку А пойдут французы. Свои самые лучшие раунды они демонстрировали на Апленте. Фоллен убивает первого. Шонт падает замертво. Однако РПК не оставляет возможности Фоллену уйти. И Фердинандо. Первый килл. Второй будет ли колл? Господи, боже мой, кто-нибудь убейте его, пожалуйста. Смитс приходит, мажет с ВП. Ферд остается с Юспика. Убивает Смитса. И остается только РПК. И его жизнь не будет долгой. Очень круто. Очень жестко сыграл нас игрок команды SK Gaming. G2 попробовали и B-плент, и А-плент. Куда идти дальше? Ну, не хватает третьей точки. На плент С бы выйти. А был неплох у них в самом начале. Вспомни. Да. Они практически всегда рвали эти точки. Никакой не лонг, не андерпасс, никакие редуты защиты со стороны бразильцев не останавливали G2. Но сейчас они несколько раундов демонстрировали нам на B неуспешных. Попшли на А, и вроде как там тоже не получилось. Что теперь делать? Еще и не добави. Три тек-найна, точнее, два тек-найна, П-250 и ТРПК. Очень классно. Индивидуально стали отыгрывать ребята из команды SK Gaming. И вот в данный момент очень прекрасно чувствуется, что SK Gaming это последний... Точнее, кто выиграл последний мейджор? Забываю все, да. В смысле? Liquid SK, да? Нет. В марте выиграли у нас точно SK Gaming. Сейчас подумаем. В смысле? Боди собирает у нас така. Боди играет с теком, пушит дальше. В курятнике у нас находится игрок защиты. Колдзира забирает Боди. РПК с P250. Фергот стреляется. РПК забирает Фера. Хорошая ситуация для команды G2. ФНХ отвечает. За колонной погибает у нас все-таки игрок атаки. Но при этом приходит ФНХ и делает уже две головы. Шокс и Смитс. Один с бомбой при этом выходит на точку B, а другой фейкует. У Смитса авик в руках. Шокс заходит с бомбой. Как же он рискует? Он не ставит ее на точке B. Он пытается помочь своему тиммейту. Хочет ли он помогать Смитсу? Мы сейчас узнаем. Шокс убивает ФНХ и сразу отправляется на B планет. Остается только колдзира. Он понимает, что шансы теперь у него совсем невелики. Он играет один против двоих. Хотя ФНХ очень красиво разыграл на коннекторе. Это ему сейчас не помогло. Колдзира выдвигается на плато. Или он будет дропаться? Нет. Он выходит на плато и будет сражаться против Шокс, у которого в руках АВП. И он поставил себя на курятнике. Ну что ж, Шокс. Выстрел. Зара отправляется на следующий раунд. Это 6-5. Отличная работа у нас от команды G2. Как же здорово они собрались. Продемонстрировали великолепную игру. И в итоге затащили. А на самом-то деле ничего не получалось. И снова это те самые форс-байи. Это причина поражений многих довольно опытных коллективов на карте Cobblestone. Ну и G2 демонстрирует, насколько они сильнее. Ну и да, последний мейджор выиграли ТСК. Да, но я вечно такие нюансы забываю. Я все помню вот мейджор, который в марте проходил у нас. Ты просто туда ездил, поэтому ты помнишь. Да, наверное, поэтому. А другой мы комментировали, но ты не помнишь. Но все равно помню то, куда ездил. Ох, ты мой любимый комментатор определенно. Шокс просматривает платошку. Холд зеро в тупом. Опять же, он занял эту позицию второй раз. И проверит ли его в этот раз при помощи Молотова. Есть три Молотовых, но один-то должен полететь в тупую в арку? Как ты это не делаешь? Да, должен по-любому. Это дефолтная позиция. Как вообще заходить на бэплэнт и не откидывать туда гранат? Это просто без шансов. Позиция просто очень четкая, точная. И по сути на нее выйти, если не откинуть гранаты, почти нереально. Особенно, если на ступеньках играет Така. Он, собственно, там и играет. Он постоянно бегает по ступенькам и отвлекает. Смитс на лонге. Вместе с РПК им играют. Опять же, очень-очень много сейчас собирает G2 информации по всем направлениям. Ферр решил пропушить. Бадди тем временем убивает Холд зеро. Фола находит фраг на РПК. Все это происходит еще на другом конце карты. А мы смотрим за Смитсом. И он на лонге против Ферра. Все еще они не хотят выдвигаться, потому что задача Смитса здесь стянуть фокус противника. Катака пришел на Бадди и дал ему немного атаки. Да, непонятно, зачем у нас вылазил только что игрок. Ситуация-то была бы неплохой. 4 на 4 можно разыгрывать хорошо. Но решил индивидуально сыграть у нас игрок атаки. Взял игру на себя и ошибся. Теперь преимущество снова за командой СК Гейминг. Така замечает, что на Б-мейн снова выходят террористы. Шокс постарается вызвать свое ВП. Но при этом за памятник у нас зашел Така, старается предстрелять Б-мейн. Естественно, Шокс старается его расконтролить. Выходит на Фоллена. И снайпер-команда СК Гейминг делает свою работу. Это два минуса. В самом конце трипл-кил от Фоллена в основном этом раунде. 6-6 временно ничья. И три остается доиграть в первой половине. Сколько мы видели раундов от ЖТУ, где они брали девайсы. И вот сейчас у них снова какая-то напряженка. Хотя, да, опять же, в предыдущем раунде у них все-таки удалось вытащить победу. Но качели такие себе. Четыре раунда в одну сторону, четыре раунда в другую сторону. Такое ощущение, что команда начинает расстраиваться. И только потом, постепенно, со слоумоушеном до нее доходит, что надо все-таки возвращаться в карту. И сейчас мы видим дабл АК-47 из Атсмитса и Шокса и пистолета от Бадди Скрима и РБК. Очень рискуют сейчас французы. Денег у них, скорее всего, нет. Купили под завязку. Решили взять два калаша. Видимо, отталкиваются от того, что у них лучше получается играть с пистолетами. Лучше получается играть активно, чем контролировать карту и пытаться реализовать свои АК-47. Ну и Боди получает огромное количество демеджа. Однако, немножко набило на ФНХ. ФНХ тоже, будучи с половиной своего здоровья, будет играть значительно аккуратнее. И, возможно, какое-то пространство дополнительное получит G2. Замечу, что Фэр тоже не отличается разнообразием. Мы видим, что он сидит на той позиции, где он смог сделать трипл килл в одном из предыдущих раундов. Да, флешка от Фэра. Неплохо надо открыться бы сейчас, но Фэр слишком сильно просел и испугался. И сам уже под собственную флешку попробует отсюда просто ливнуть. Нет, он продолжает сражаться, однако РПК его прикончил. Нерисковый Фэр парень мог под флешку своего тиммейта крут сыграть. Побоялся выходить, будучи красным. Но, опять же, в этой позиции уже никак не уйти. И, конечно же, нужно было все-таки пробовать. И самое главное, два трериста, которые находились на боковухе, они были слепыми. Но сыграл, как сыграл. Погибает Фэр, погибает также Така. Ситуация неплохая для команды G2. Однако, ФНХ классно отыгрывает нас на центре. При этом Шокс падает с балкончика, забирает ФНХа в ответ. И Боди Шоксом постарается регистрировать 2 на 2, но Полиан минус Боди. И все теперь зависит снова от капитана команды G2. Только что капитана Гэбриэла брали в сэндвич двух сторон. Однако, сейчас уже ситуация для Шокса совсем не классная. Фон приходит и делает квадрокилл. В этом раунде 7-6. G2 проиграли ситуацию 3 в 5. Да, великолепно. Очень здорово. СК гейминг. Вот если бы не те несколько ошибок, они бы вообще выигрывали в первой половине с огромным отрывом. И, возможно, не повторялась картина, конечно же, карты Детрейн. Но очень близкие они были к тому, чтобы забрать 12 раундов. Потому что, напоминаю, они брали пистолетный раунд. Отдали потом форс. И в какой-то момент стали набирать раунд за раундом. Ну и сейчас 7-6. Ну и осталось 2 раунда на первой половине. Смогут ли G2 вытащить 8-7 или все-таки дроп от Смитса. Уничтожение FNX мгновенное. Так, этим временем уходит на более пассивную позицию. Козера в упор. Принимает одного, второго. Фоллан отстрелит еще РПК. Фоллан еще убивает Шокса. И Бадди падает последним от рук Така. И это раунд для ESK Gaming. Хорошо, 8-6. Последний раунд остается у нас до окончания первой половины. По 3000 долларов у команды G2. Они решили постоянно в этих раундах играть с оружием. Ну и 3 подряд, получается так, отыгрывают с довольно плохим баем. Но если в позапрошлом раунде мы видели хотя бы какие-то АК-47, то сейчас 2 раунда подряд ребята играют просто-напросто с пистолетами, вторыми арморами и хорошей раскидкой. Бай энтузиастов. Знаешь, бай. Французов, но мы привыкли к таким действиям от G2. И сейчас мы видим то, что они попытаются выдачить хотя бы последний раунд. Хотя все еще будет очень-очень сложно, если брать то, что нету девайсов. Да, есть раскидки, тейп-позитив. Но с теками, ну, это, наверное, дроп какая-нибудь, или выход на Аплайн. Фолин смотрит центр, играет пока что один. И если сюда пойду довольно быстро G2, и Фолин по таймингу их пропустит. Может, все получится. Так и выходит. Фолин неожиданно умирает. Фэргот приходит на помощь, пытается реализовать свою эвку, стреляет с теми на медле, отзрывает Шокса, забирает РПК, живет, забирает под флешку своего тиммейта. Вот сейчас он среагировал очень круто, сыграл от инфы и сделал трипл-килл. Но Смит сумел все-таки прекратить игру Фара на центре, но Смит остается один-три. И в спину ему Дежитака. И так как, кстати, играет на удержание, он просто не будет пушить спинца, не давать возможности себе совершить ошибку. Смит, в свою очередь, один на андерпассе. Да, у него есть бомба, да, у него есть раскидки. Позитив есть. Он сам себя флешует. Посмотри, что тут происходит. Да, ошибки. Просто сходит с ума. Однако убивает так. И сейчас он с 12 хп побежит в сторону Б планта. Но у Схотгейминг есть информация по этому поводу. Будет разыгрывать, будет стараться. Не факт, что добежит до Б. Может быть, пошумит, развернется и пойдет на шифте на точку А. В этом есть хотя бы какой-то смысл. Откидывает гранаты. Одна, вторая. Клзира знает, что это выход на Б. Ну и просто по телу забирает Смитса. 9-6. Победа команда СК Гейминг в первой стороне. Играют они в защите. Защита у нас, ну, на самом-то деле, не факт, что является там объективно самой сильной стороной на Кобблстоуне. Ну, посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события во второй половине. Fallen плотно довольно рассказывает сейчас своим ребятам то, что они будут делать на пистолетах. Ну и если берут пистолеты второй баи, тогда могут смело, опять же, как я люблю говорить, закрывать. 12-6. Это условия взятой пистолетки и второго-третьего раунда. Это очень-очень много. Мы помним то, что на DASY-2 у них удалось на второй половине взять пистолеты. И да, они построили пластдарм. Однако добить карту не получилось. Нам показывают Шокса. Шокс серьезен. Шокс серьезен, кстати, всегда. Вот он очень эмоциональный парень, особенно между играми. Да тут все серьезны. Не, ну я да. И о том, что как он общается с своими тиммейтами, там просто невероятное количество эмоций. Там со Смитсом, я помню, очень и очень много информации за одну секунду выдавал. Ну и так и компания начинает свою атаку с B. Скрим у нас играет на B-мейне, смотрит вдаль. Какие команды SK Gaming пока что спустились в дропрум, начинают отстреливать точку. Тако реализовал свой блок. Минус скрим, погибает боди. Минус RPK, провал от команды G2. Шокси старается наказывать. Делает тоже 2 кила, не все потеряно. Если отстрелит B-мейн, тогда ситуация вообще 2 на 2. Пытается рисковать. У нас игрок команды G2, но Смитс погибает. Шокси остается один против троих. И это 10-6. Пистолеты уходят в копилку бразильского коллектива SK Gaming. Но снова повторяется такая же история с G2. Они проигрывают уже третью пистолетку на второй половине подряд. Я не говорю про 16-0. Там понятно, да, колзеры раздал в самом окончании. Но что касается D22, тут то же самое. И сейчас это может стать ударом для французов. Они еще и в позиции проигрывающей команды. Так что надо наверстывать упущенное. Может быть при помощи Force Buy у них получится? Мы помним, на первой половине у них довольно много раундов заезжало с пистолетами. Да. Ну посмотрим. На самом деле тут больше ничего не остается, как тащить Force Buy. Тем более ребята из команды G2 купили первой-второй арморы. У Шокси дробовичок. Если получится, тогда рано списывать. Но с другой стороны рано списывать, даже если не проиграет сейчас. Два раунда. Бусловно команда SK Gaming следующий. Счет будет 12-6. Но в любом случае можно тащить Шокси. Отличный дробовик. Минус фар. Ноуа. Ноуа заехала в этот раз. И это правда для Шокса. Однако, это еще только начало, потому что G2 получили преимущество, но закрепиться нужно обязательно. SK Gaming никуда не вылезают. Есть контроль над бомбой. Просто-напросто чекывают все позиции от А на Б. Но G2 тоже точно так же не вылезают. 4 в 5. Смитс играет с P250. Смотрит боковуху. У нас есть на боковом Fallen. Он играет довольно аккуратно. Играет сам. Он знает, что в боковухе может находиться один из игроков за любым из углов. И нужно действовать аккуратно. А вот Смитс почему-то взял, пошел проверять перемычку. И не смотрел абсолютно позицию Fallen. Окей. Ребята команды G2 принимают инфу. Знают, что Маладин в боковухе. Но много эта инфа не дает. Да, шимит довольно много Fallen. Чеканинская компания разворачивает действительное направление. А RPK уже падает. От рук Фона. Шокс со своим шотганом. Проблема в том, что у него только 35 хп. Так что любой патрон из заказа 47 будет для него печальным и плачевным. И последним. Шокс. Где же твой аим шотган? Ну да ладно, минус шокс. Так, убивает еще ебать. И остается только скрим. У него практически нету никаких шансов. Хотя, с другой стороны, у него 5-7. Может быть, Адиль покажет нам войну. Но я думаю, вряд ли второй армор нужно сейвить. И, конечно же, у нас скрим это понимает. Остается, правда, в перемычке. И подбирает у МПшка. Но сейчас точно уйдет сохранить оружие. В следующем раунде, скорее всего, дропнет или пистолет, или УМП какому-нибудь своему тиммейту. Одиннадцатый раунд берут ребята с команды СК Гейминг. Ну и непонятно, почему G2 просто пошли и погибли. Шокси постарался очень хорошо. Он сделал первый килл. Ребята были в преимуществе. Нужно было стоять просто на местах и делать какие-то киллы. Они этого, увы, не сделали. И отдали раунд. Причем, опять же, по фоуну, по которому была информация, нужно было играть явно намного-намного более жестко. Ну и 11-6. И мы постепенно приближаемся к тому счету, который ты предсказывал. И это уже очень и очень серьезный пландарм для того, чтобы закрыть карту и сделать счет 2-1 в свою пользу для СК Гейминг в этой Best of 3 серии. Что, еще и умер Скрим? Да. Скрим погиб, друзья. Непонятно, как, зачем, почему его нашли. На Кобл-Столле, на самом деле, спрятаться можно хорошо. Но Скрим почему-то пошел у нас не на самую хорошую точку. Он принял решение играть в Курятнике, который шьет, просматривается игроками атаки. И самое главное, точка B, ну, нельзя сказать, что близко находится, да, но она довольно близко находится к этой позиции. И, конечно же, нашли у нас ребят с Крима и сделали килл. Полная каджету. Молотов по себе от одного из игроков в СК Гейминг. Они постепенно прибираются в сторону Андерпаса. Тем временем французы обороняются втроем. На этой точке РПК вместе со Скримом должны будут принимать выходящих на них бразильцев. Ферр открывается первым, откидывает Молотов. У него же была откинута флешка. Его тиммейтами так откидывает Хаешу сверху. Колдзер находит свой фраг на РПК. Колдзер обрывается дальше. Проконтролливает балкон. Скрим падает замертвой. Фнкс убивает еще и Смитса. Бадди здесь сражается против Ферра. Тот на пустье выходит в одну сторону. Придет на пристройку. И вместе с Колдзером они будут принимать выходящих Шокса и Бадди. Шокс Бодди 2 в 3. Шокси пытается пропушить под балкон, но погибает. Бадди 1 в 3. Играет с Юспиком. Постарается отстрелить Фоллена, который будет сейчас проходить. Но был замечен только что игрок защиты. И шансов у него, конечно, немного. Потому что играет без армора. Играет с Юэспи. Колдзер алует слэшку своего тиммейта. И это мощно! Полторы тысячи долларов зарабатывает у нас дополнительный Колдзера. Радует своих болельщиков. Ну и, конечно же, теперь денег у этого игрока очень много. Итак, первый бай-раунд, который важен для двух команд. Дело в том, что если СК берут, они могут смело выигрывать Кобблстолл. Если берут G2, они, возможно, открывают путь камбэка. И сохранить интригу надо. Потому что если бронзицы берут, то будет очень-очень сложно вернуться дальше. Вот два раза привыкнуть СК-гейминг своего противника по счету. Мы видим то, что Тако сохранил себе UMP. Уверен он в том, что даже Фармган поможет ему взять в этом раунде. Хотя, опять же, против арморов. Хотя у Смитса и компании нет вторых команд. Ну, значит, ничего страшного. Диффуза, кстати, тоже отсутствует у французов. Так что все очень-очень грустно. Да, и самое главное, нет коктейли Молотова. И всего два Смока, Боди и Скрим. И, соответственно, в минуту, например, ребята из команды СК смело могут делать какой-то раунд. Потому что уже не будут Смоки лежать и перекрывать теряные позиции. Вот, собственно, Скрим, например, откинул Смок. И через 18 секунд плюс-минус Смок пропадет. И выход на B-Plant продолжится. Но останется еще Боди. Он как раз-таки стоит на лестнице. Так что Смок сможет откинуть, если только на него не выйдут противники. В тот же момент Боди контролит все это время точку. Еще один Смок, вот о чем я говорил. И вот теперь уже СК выдвигается вперед. Скрим падает в куста. Полный временем откидывает голову Боди. Скрим падает. И Шокс точно так же вместе с ним. И только РПК со Смитсом попробуют разобраться в ситуации 24. Нет, они не будут пробовать уже ничего. Потому что они полностью вне позиции. И противник забирает этот B-Plant. Не попробуют. 13-6 в пользу команды SK Gaming, дорогие зрители. Смитс с РПКем сейвят. Это единственное правильное решение. Потому что выбить бейс-коннектора нереально в 2 в 4. Шансов крайне мало. Но и Фоллин осознает, что нужно найти сейчас, постараться найти своих оппонентов. Кстати, не заметил только, что игрока защиты, который ушел далеко в крепость. Ну а на боковом находится РПК. И боковой, скорее всего, проверят хорошо. Но позиция довольно неплохая. Поэтому может это получиться. Смитс, кстати, выдал свое место расположения. Теперь, как минимум, о его точке догадываются ребята из команды SK Gaming. Ну и, конечно же, нужно играть аккуратно с Митсу. А вот Фер заходит нас на РПК. И... Нет, РПК. Отлично. Делает хэдшот. Бомба взорвалась. Два игрока защиты. Все-таки сохранили свое оружие. Синец, скажи честно. Ты подговорил Сенош для того, чтобы оно помогло РПК сейчас? Подговорил. Ну что ж, друзья. Два девайса есть. Остальное будет как-то в форсбай. Тя почти не сомневаюсь. В G2 они постоянно предпринимают это решение. И форсбай для них очередной. Но, возможно, не победный. Нужно камбетчить. Нужно обязательно хоть что-то продемонстрировать. Может быть, какие-то аркады. Может быть, какой-то интересный мув. Потому что в дефолтах их разбивают. И, честно говоря, попыток-то у них больше не остается. То есть сколько они еще смогут девайсных раундов сыграть на второй половине? Да нисколько. Это, на самом деле, один из последних раундов. Если проиграют его и не засейвят, тогда будет все очень и очень плохо. Ну, постараются. Фамасы, Эмки и калаши у нас у террористов. Ребята из команды SK Gaming решили довольно быстро пройти через миддл. Чекают лево, чекают право. На точке А у нас три человека. Отличная флэш. Крпике погибает. Но под покровым-то есть еще один человек. Нужно подключаться к Смитцу. Смитц-то делает. Но фоллум ходит на размен. Делает килл. Погибает также Шокс. Проблемы у команды G2. Очередные. Скрим ловит FNX. Оно в коннектор. Разошел уже фэргот. Наносит дэмэдж спину. Боди один в три. Вот это решение от пати обходить всю карту. Да, оно повлияло на то, что сейчас G2 боролись в меньшинстве. Причем в меньшинстве очень-очень жестком. Ладно, три на три, а боди просто уходит далеко. Ну да ладно, но при этом три человека принимало аплент. И ничего не сделали вначале. Нет, с этим я тут вообще у меня вопросов нету. Здесь все очень-очень слабо получилось. Да, боди мог через коннектор в хеллпати. Тогда бы он был одним из игроков. Но он мог точно так же получить, как и все. Игрки команды G2 и все. Поплыли, поплыли. Смотрим на Смитса. Смитс как-то выглядит очень плохо. Ну и на грани вылета сейчас находится G2. Еще два раунда всего лишь остается СК-гейминг, чтобы победить на Cobblestone и полностью в бест-of-3 серии выйти на команду Virtus.pro. На их обидчиков групповой стадии, которым они проиграли 2-0. Ну а полуфиналы, напоминаю, мы будем смотреть с вами завтра. Сегодня же нас ждет еще один четвертьфинальный матч. Матч Фнатик против команды Dignitas, где наверняка нас ждут тоже довольно потные, плотные три карты. Ибо примерно одинакового уровня два коллектива. Шок с контролем дроп-румов. ВР сюда постепенно вылезает. Однако СК-гейминг держится и тратит времени на что, по факту. Да, вычекивает позиции. Это G2, возможно, харкат. Опять же, французы сами играют уже суперпассивно. У них остается только четыре флешки и один смог. Это весь их арсенал по гранатам фола. Находят свой опен. Враг на смитце, на лонге. И это уже очень и очень большое преимущество для СК-гейминг. Да, теперь боковухи никого нет. И, конечно же, могут и на А подходить, и на Б подходить. И там, и там брать раунд. Потому что что там, что там тяжело будет держать. Как втроем на точке Б, так и, естественно, одному у нас РПК на боковухе. РПК решил сыграть на чек. Моментально атака его забирает. Накидывают у нас банки игроки команды СК-гейминг. Но, по-моему, выходить они собираются в другом направлении, на точку Б. С одной стороны, мы скажем, что РПК погиб. Но он должен был это делать. Потому что в меньшинстве ФР убивает в голову Шокса. Ну и теперь уже совсем GG. Бадди вместе со Скримом. Ну, я не знаю. Здесь только плакать остается. Скрим сидит на курятнике. Митис Бадди, они вдвоем устраивают засаду на Б-пленте. Холдзер, они чекают курятник, получают боковину. Скрим! И его ван-тапы не помогают его команде. Адиль падает последним. Это 15-6. 15-6. Великолепная работа от команды СК-гейминг. Очень здорово они играют за таргусов на карте Кобблстоуну. И видно, что готовы они к Кобблстоуну значительно лучше. Но это СК, дорогие. Последний раунд. Возможно, последний. Конечно, если выберут СК-гейминг. Конечно же, французы еще покупают. Но не знаю, что с моралью, что с мотивацией у французов. Как же круто они вернулись на карте ДАЗ-2, но вот на Коббл не идет и все. Слишком много раундов на ошибках отдали. Прежде всего, вот эти регулярные форс-байи, которые никак не давали укрепиться экономике G2. Мало АВП. Опять же, да, вы скажете то, что там ЗАВАП отвечает. Шокс вместе со Смитцем они далеко не всегда лучше. Адекватное количество молотов играет. И все дефолты они не имеют особого смысла, если тебе не добавят. Шокс. Шокси действует у нас на дропруме. Шокс умирает. Фергот делает свой килл. Подсадка не получилась. Еще раз хотят подсадочку сделать. Тем временем Фер потушил коктейль молотова. И действует все там же. Но у нас опять такое же решение. Скрим теперь подсадился. Ежик в тумане гейминг от Скрима против Фера. У того 12 хп. Они все еще стоят друг против друга. Никто не знает где. Эппонент ФНХ тем временем прошивает стенку. Пробивает Смитца до 58 хп. Вот они с мака рассеялись. Скрим убивает Фера. И вот оно приобретение для G2. И маленький лучик надежды, который появляется в наших глазах. И в глазах фанатов французского коллектива. Кодзерк! Что это за шот? Вот это бывает. Вот это фейл. Один из лучших снайперов мира. Мажет на ровном месте. Просто-напросто в спину не попал. Но коктейля молотова отсекает окошко. Можно выходить в любом случае на точку B. Но сделать это с авп теперь не камильфо. Кодзера играет под смачок. Играет с теком. Рядом с ним находится игрок защиты. Скрим при этом отвечает у нас из дерева. Чекает выход. Прилетает несколько флешек. Скрим попадает. Раз. Попадает. Два. Отлично. Оу. Скрим. Что творишь? Минус три от скрима. Переключается на юспик. Остается один-три. И скрим заканчивает раунд. Это эйс. Это минус пять от скрима. 15-7. Такое ощущение, что у него была мантия. Невидимка. Все выходящие на него противники просто не посматривали эту позицию. Хотя эта позиция, опять же, легко профлешируема. И легко убираема. Но мы видим то, что СК ошиблись. И скрим, кстати, вот с этой эмкой. Последним патроном с эмки убивал третьего своего оппонента. Четвертого своего оппонента. Ты только потом уже переключился на юспик. Там очень красивый момент получился. Не сомневаюсь, что сумасшедшее количество хайлайтов будет от фанатов скрима и его друзей. Ну и сейчас уже СК гейминг будет играть снова с девайсами. Это дабл АВП от Фолана и Кодзера. Они явно намерены закончить эту карту сейчас. Фолан с АВП довольно быстро занимает у нас боковуху. Преимущество в огромное количество раундов у нас у бразильцев. Так, просел 60 хп, но при этом Фэргот снова играет на дропруме. И вот постоянно сейчас G2 должны будут чувствовать, что их ребята из команды СК гейминг окружают. Но смелое решение от Смитса. Он врывается, делает два минуса. Где же ты был Смитс раньше? Буквально несколько раундов назад. Конечно, тащить со счета 15-7 очень тяжело. Но французы снова стараются и снова хотят все-таки продемонстрировать нам супер-класс. Сколько это? 8 маппоинтов, матчпоинтов? Я не знаю. Шокс, андерпасс, просматривает. ФНХ приходит на даки. Но, честно говоря, если он будет так же продолжать, то, скорее всего, Шокс его здесь отрубит. Без вариантов. ФНХ все еще ждет. К нему может присоединиться Фолан при желании. Тот пропушил лонг. Бомб, тем временем под контролем Утака. Тот на туннелях. Прочекивает сейчас дропрумы. Шокс против ФНХ. ФНХ все-таки выйдет. Ловит тайминг, но плохой. Шокси оцеливает нас ФНХ. Ситуация 2 в 5. Все здорово для команды G2. Фоллен с АВП уже на боковухе смотрит Аплэнд. Но при этом рядом с ним играет РПК, который отвечает как раз-таки за эту позицию. И выйти Фолану будет тяжело. Но снайпер сильный. Фоллен по пикселям все смотрит, но РПК делает килл. Така один против пятерых. Откидывает флешку. Выходит у нас на точку Б. И моментально погибает от скрима. 15.